Музыка На трибунах ни одного свободного места. Фоке-фаворит Аншлаг. Его собрал матч 14-го тура чемпионата Ульяновска по мини-футболу между лидерами Суперлиги ПСК и Платоном. Обстановка была замечательная. Правда, походу, большинство людей болело за Платон, чем за ПСК. Ну, думаю, наши болельщики тоже сумели. Среди болельщиков не только простые любители мини-футбола. За Платон, например, топят воспитанники детской одноименной футбольной школы. На соседних стульях травмированные игроки, которые не могут принять участие в поединке. Среди них – Юрки Форвард, Геворг Хачатрян. О перспективе своей команды он взывается настороженно. Ведь в первом круге чемпионата Платон проиграл принципиальному сопернику разгромно – 3-9. Шанс есть всегда. Просто надо играть в свою игру и реализовывать свои моменты. И тогда будет все нормально. Не только без Хачатряна, но и без Сергея Ахмедшина. Платон, отстававший от ПСК на одну очко, в главном матче сезона нарвался на серьезные кадровые проблемы. В свою очередь, лидер Суперлиги остался без Алексея Цыганцова. Полузащитник «Воги» уже полноценно готовится к сезону в большом профессиональном футболе. Такой матч вообще играется раз в сезоне, я думаю. Настрой был сумасшедший, потому что первый круг мы проиграли. Я могу сказать, что в одну калитку, но не по игре. Без раскачки, без героизма играем мы в футбол. Все, что мы с вами проговорили, все, что мы с вами подготовили, все вот это нужно сделать. Максимально агрессивно, максимально высоко и максимально надежно. Как впереди, так сзади. Все, ребят, с Богом, я в вас верю. Давай, парни, давайте. ПСК, действуя по заветам своего наставника, Дмитрий Николаев действительно начал без раскачки. Первый же стандарт, поворот соперника, лидер чемпионата завершил голом. Марат Силхудинов в не самой голевой ситуации изловчился и пробил поворотом соперника. Двое из Платона бросились страховать в свой угол кипера. Тщетно. Но команда в черном словно не заметила этот пропущенный гол. Напротив, она так звентила темп, что защитные ряды ПСК, несмотря на несколько эффектных сейвов голкипера Павла Нефедова, стали трещать по швам. Пяти минут хватило Платону, чтобы забить трижды. Сначала отличился Ильдар Латыпов. Затем форвард выступил в роли ассистента на Владислава Горюнова. И, наконец, Рамиль Фахардзинов реализовал стремительную контратаку после перехвата партнеров. Платон явно поймал кураж. В довесок ко всему голкипер Дмитрий Пантелеев парировал удар Марата Сафина с пенальти. 3-1 в пользу Платона к перерыву. Я сам думал, что в тот угол будет бить. Плюс еще ребят подсказали, что, скорее всего, влево от меня будет вверх биться. Фарт, наверное. Первое, что мы должны, ребят, не торопимся играть 20 минут чистого времени. Не надо бегать за мячами. Время чистое. Можно забить еще сколько угодно мячей. Поэтому похладнокровней, поспокойней. Не надо никуда гнать. Второй тайм начался с удаления Ильдара Латыпова. Фору от Платона остановил соперника, убегавшего один на один с Пантелеевым. Вот только поиграть в меньшинстве черным не удалось ни секунды. Максим Соболев своей волшебной левой вколотил мяч точно в угол. Правда, гол записали на лучшем бомбардире Суперлиги Ромала Набиева. Мяч все же незаметно глазу чирнул по шнуркам его везучих кроссовок. Эмоции, опять же, у нас Латыпов с ним не совладал. В этой атаке должны были, опять же, забивать мы. Тот же самый Латыпов должен был забивать мяч в ворота. В итоге свалил и на красную карточку. Это, я считаю, просто эмоции и неопытность игрока. Многим могло показаться, что в игре наступает перелом. Не тут-то было. С разницей в 24 секунды Платон забил дважды. Отличились Владислав Горюнов и Игорь Ахмедшин. Разрыв в счете вырос до трех мячей. Именно в этот момент сдали нервы у опытного Марата Сафина. Лидер ПСК повздорил с арбитром и получил красную карточку. Целую минуту ее уводили с поля и чужие, и свои. Вроде ничего грубого такого не искал, но просто видно было, что сфалил. Сфалил на Марате, но штрафной сразу не дали. И слово заслал. И за разговор с судебой получил карточку. После удаления Сафина играть оставалось еще 8 чистых минут. Но многим уже было понятно. У Суперлиги будет новый лидер. Хотя, надо признать, последний отрезок матча получился очень даже результативным. На дубль Соболева в составе ПСК Платон ответил голами Юрия Абдулхакова и Игоря Ахмедшина. Уже в пустые ворота. В 7-4 Платон победил своего самого принципиального соперника. И не только взял реванш за поражение в первом круге, но и поднялся на первое место в турнирной таблице. Мы до конца верили, что мы отыграемся. И у нас были моменты. Ну, сдаваться никогда не надо. И у нас были свои моменты, просто мы как бы не реализовали. Матч был трудный. Там разница. У нас два гола было. Но они дабл не забили. Все могло совсем по-другому повернуться. Пенальти они не забили. Но мы тоже свои моменты много не реализовали. Так, в принципе, я считаю, что по игре выгнали. Если победа Платона над ПСК была неожиданной, но не сенсационной, то результат матча погоды и смены не просматривался даже в самых смелых прогнозах. Действующий чемпион уступил смене, которая борется за выживание. 3-5. По дублю на свой счет у победителей записали Александр Костенко и Андрей Русанцев. А вот Маймеди обыграл Элину и прогнозируемо, и очень крупно. 11-1. Промресурс по ходу встречи проигрывал Валенте, но в итоге одержал первую победу за последние три месяца. 7-3. И, наконец, капитан ОМЗ Кирилл Селезнев получил второе удаление в сезоне, а его партнеры не справились с Кристаллом. 2-4. Итак, в Суперлиге во второй раз в сезоне сменился лидер. Неудивительно, что это снова произошло после матча Платона и ПСК. Вряд ли кто-то будет спорить с очевидным. Именно эти коллективы разыграют золото чемпионата. После поражения погоды от смены обострилась борьба за бронзу. С действующим чемпионом по наборным очкам сравнялся Кристалл. Наверняка жаркой будет борьба за выживание, где меньше шансов у Элины, потерпевшей уже 13-е поражение к ряду. И только ОМЗ спокоен. Набранных очков столько, что можно просто доиграть чемпионат в свое удовольствие. 15-й тур состоится через две недели. Чемпионат взял паузу, чтобы в следующую субботу, 22 февраля, определить обладателя Кубка Энерджи. За него поспорят Платон и погода в доме. А потом, 29-го числа, вновь за дела насущные. Статус центрального опять у матча с участием ПСК. Теперь соперником строителей будет неуступчивый и колючий кристалл. Начало поединка в полдень. Субтитры подогнал «Симон»